Месопотамия означает между реками или плодородные земли. Месопотамия – это название, под которым известна область Ближнего Востока между реками Тигр и Ефрат, включающая плодородные районы по берегам обеих рек и, таким образом, распространяющиеся на непустынные районы современного Ирака и приграничные районы северо-восточной Сирии. Еще одно различие обычно проводится между Северной или Верхней Месопотамией и Южной или Нижней Месопотамией. Верхняя Месопотамия, также известная как Джазира, это территория между Ефратом и Тигром от их истоков до Багдада, а Нижняя Месопотамия – это территория от Багдада до Персидского залива, включающая Кувейт и часть западного Ирана. Термин Месопотамия относится в первую очередь ко всей этой территории в Древние века, в то время она была разделена на Осирию, на Севере и Вавилонию, на Юге. Вавилония, также известная как Халдея, в свою очередь, была разделена на Акадию, верхняя часть, и Халдею, нижняя часть. Названия таких городов, как Ур или Ниппур, легендарных героев, таких как Гильгамеш, Кодекса Хамурапи и необычных зданий, известных как Зикакураты, происходят из Древней Месопотамии. А эпизоды, упоминаемые в Библии или Торе, такие как Вселенский потоп или Легенда о Вавилонской башне, свидетельствуют о событиях, происходивших на этой территории. Дофилософское мышление Месопотамии было политеистическим, то есть они верили во многих богов, считали, что Земля – это гигантский остров, и что она разделена на четыре сектора, где они поклонялись нескольким богам в одном регионе, но в целом они поклонялись и платили дань всем им. Многочисленные цивилизации, процветавшие на этой территории, оказали влияние на авраамические религии. Авраамические религии представляют собой монотеистические верования, то есть веру в единого бога, и признают духовную традицию, отождествляемую с Авраамом. Этот термин используется в основном для коллективного обозначения иудаизма, христианства и ислама, иногда к ним присоединяются другие религии, такие как бахизм, самаритяне, манды и друзы. В третьем тысячелетии до нашей эры в кругах придворных литераторов стали популярны сборники пословиц, которые можно рассматривать как полезные жизненные сентенции и форму мысли. Благодаря им мы знаем, что поначалу царская власть была озабочена возвеличиванием и распространением своих военных побед. В этом смысле следует отметить, что государственный или общественный сектор состоял из тех, кто владел имуществом храма и дворца как собственностью бога, представителями которого они были на земле, и чья основная цель, хотя сначала она заключалась в получении. Прибавочного продукта для поддержания храма и персонала, песцов, жрецов и административного персонала, со временем эволюционировала, землю обрабатывали крестьяне, находящиеся под влиянием физико-идеологического единства, которые получали от власти вознаграждение в виде пайков ячменя, шерсти и масла для освещения и гигиены, количество которых варьировалось в зависимости от возраста и пола. Рядом с дворцом находились так называемые «мужи», которые были гражданами с возможностью доступа к земле и были связаны с дворцовой деятельностью, а также песцы или чиновники, которым удалось накопить капитал для эксплуатации земли. Другой социальный сектор составляли так называемые «мескинос», состоящие из секторов, которые могли жить только за счет собственного труда и обработки своих земельных участков, они принадлежали к самым слабым социальным группам, поскольку были социальными защищенными и являлись подданными короля, который, как упоминалось выше, отвечал за храм. Наконец, были рабы или слуги, состоящие из людей, которые имели долги перед дворцом и были добровольными слугами, которые работали, чтобы погасить свои долги, или служили воинами рядом с пленными врагами. И вавилонине, и шумеры признавали тождественность имени, для них наличие имени было синонимом существования, и знание божественных имен имело огромный резонанс. В этом отношении есть очень яркие документы, такие как «Диалог господина и слуги» или «Монолог страдающего праведника». Не менее примечательно «Малая Авеста», «Хорда Хавеста», которая является гораздо более поздней, чем предыдущие книги, и содержание которой состоит из гимнов большой поэтической красоты, обращенных к различным вторичным божествам, ясатам, которые поздний маздеизм включил в монотеистическую религию Зорастра. Эти гимны использовались для частного посвящения и могли исполняться как мирянами, так и священниками. В персидский период самые древние книги Авесты содержат настоящие абстрактные философские концепции с ответственностью человека за свои поступки или свободным выбором между добром и злом. Авеста – это священные тексты маздеанской религии, которые являются священной книгой и священническим кодексом зорастрийцев. В своем нынешнем виде он состоит из двух основных частей. С одной стороны, мы находим литургические тексты, состоящие из гимнов для жертвоприношений, правил, касающихся всех обстоятельств жизни, обрядов и правил очищения от зла. В книге также содержатся различные космогонические и мифологические повествования и сборник молитв, и обращений. Во время правления Шапура II в четырех веке Дайан Э в Джунты Шапуре была основана академия, состоявшая из медицинского факультета, развитого в философии Галина. Галин из пергамона на территории современной Турции, живший с 129 Дайан Э по 216 Дайан, был греческим врачом и философом. Мысль Галина оказала глубокое влияние на медицину, практиковавшуюся в Византийской империи, которая затем распространилась на Ближний Восток и, наконец, достигла средневековой Европы, где просуществовала до 17 века. Джорджия Бучилати Автор многочисленных публикаций в области акадской филологии, лингвистики и литературы, клинописной графологии, истории месопотамских политических институтов и религии, а также других работ, утверждает, что истоки философии восходят к ранней месопотамской мудрости, которая воплотила определенные жизненные философии, в частности, этику, в форме диалектики, диалогов, эпической поэзии, фольклора, гимнов, лирики, прозаических произведений и пословиц. Вавилонский разум и рациональность развивались за пределами эмпирического наблюдения, что подразумевает упражнения в абстрагировании. Абстракция – это умственная операция, направленная на концептуальное выделение определенного свойства или функции объекта и осмысление того, что это такое, игнорируя другие свойства рассматриваемого объекта. Вавилонское мышление было аксиоматичным. Понятие аксиоматического широко используется для обозначения всего, что является самоочевидным и истинным, то есть доказано, что это так, поскольку оно представлено и показано, и тогда оно неоспоримо и неопровержимо перед лицом вопросов, которые могут возникнуть и которые могут захотеть показать его как сомнительное или вызвать сомнение в нем. Вавилонская мысль также основывалась на антологии открытых систем. Антология означает изучение бытия, она изучает бытие в целом и его свойства, а также анализирует различные фундаментальные сущности, образующие и составляющие Вселенную. Вавилонская мысль оказала значительное влияние на принципы древнегреческой и эллинистической философии. В частности, вавилонский текст «Диалог о пессимизме» содержит сходство с агонистической мыслью софистов, диалектикой и диалогами Платона, а также является предшественником сократического метода. Ионийский философ Фалес находился под влиянием вавилонских космологических идей. Философия зародилась в песцовой сфере. К сожалению, не сохранилось ни одного трактата в стиле Боицея, но хорошо известны стихи, диалоги и пословицы, составляющие цельное размышление. Если вы хотите узнать больше о том, как развивалась Месопотамия, как они жили, какими были социальные, политические или экономические структуры шумеров, акацев, вавилонин или ассирийцев, а также о персидском вторжении, посетите исторические видео на этом канале. Если вы хотите узнать об их религии, также посетите видео об истории религий или мифологии на этом канале.